ПЕСНЯ Дерзающим говорит, что Пречистая Дева Мария не была прежде Рождества и в Рождестве, и по Рождестве Девы Анафема. Ну, протестанты, например, так считают, что она родила Христа, спасибо, а после этого еще родила детишек. Вот. К сожалению, я с таким сталкивался даже внутри нас. У нас был такой студент, который пытался поступить в семинарию. Я просто не знаю, от баловства спросил у него про это. Ты даже не знал, что, оказывается, люди могут этого не знать, что у Божьей Матери после этого не было детей. Я спросил, сколько? Ну, почему-то считал, что апостолы тоже ее дети. Что еще было? 12. Сколько только тогда всего? Ну, тогда 13. Вместе с Христом 13. Ну, было весело, но на самом деле так очень грустно весело, через слезы весело, потому что человек считал, что он достоин поступить в семинарию. Естественно, не поступил. Я верующим, яко Бог святый, о мудрее пророков и апостолов, и через них возвести нам истинный путь к вечному спасению, и утвердисье чудесами, и ныне в сердцах верных и истинных христиан, обитает и наставляет их на всякую истину. Неверующим, что Святой Дух умудрил пророков и апостолов, через них возвестил нам истинный путь к спасению, засвидетельствовал его чудесами, что он и ныне обитает в сердцах верных и истинных христиан, наставляя их на всякую истину, анафема. Тоже очень верно. Многим кажется, что чудеса, спасение и Богообщение – это что-то из древности. Вот Моисей, все пророки, вот это да. А сейчас все, Бог ушел, нам святости нет, нам говорили, что будет упадок святости, поэтому сейчас святых не существует, а где-то они в древности были, сейчас нет. Это ересь, потому что святость – это не только что-то из древности, это должно быть явлением сегодняшнего дня. И оно должно быть явлением не где-то там, где-то и существуют святые в горах Афона, а это возлагает на тебя ответственность быть святым. Просто вот это нежелание самому быть святым выталкивает у человека его понимание святость куда-то на задворке истории, куда-то во времена царя Гороха. Вот там были святые, а сейчас святых нет, сейчас все простые люди, сейчас все грешники, и я тоже не буду. И это мешает ему спасению, и поэтому это, конечно, мысль губительная. То, что Святой Дух действовал, во-первых, он действовал в пророках апостолов, они не сами писали то, что им приходило в голову, и это отношение к Священному Писанию. Мы признаем его богодухновенность, что автор Священного Писания – Святой Дух. Кто так не считает, тот, естественно, не может верить этому Евангелию и Священному Писанию, Ветхому и Новому Завету, и, конечно, не может спастись. Отмечащим бессмертие души кончину века, свод будущий и воздаяние вечное, за добродетели на небесе, а за грехи осуждение, отмечащим вся таинство святая, Церковью Христовою содержимая. Отвергающим бессмертие души кончину века, будущий суд и вечное воздаяние за добродетели на небесах, а за грехи осуждения, анафема. Тоже может быть просто считать, что мы живем только здесь, а кончина века, будущий суд, вечное воздаяние на добродетели – это что-то такое непонятное. Просто мы куда-то растворяемся или исчезаем, или переходим в какие-то неведомые другие параллели, а то и вообще возрождаемся заново в виде какой-нибудь там цветочка или свинки, или еще раз человека, идем по какому-то колесу сансары. Вот люди же тоже бывают, нахватаются отовсюду понемножку, и вот у них есть такое представление. И может быть они захотят это притащить внутрь церкви. Ну что-то у вас вот этот вот страшный суд, как-то это нет, это негуманно какой-то суд, нет ничего этого, ничего неизвестно. Скажем, а вообще нет этого, и нет об этом никакого знания, откровения, никто оттуда не приходил. Если Христос такой добрый, какой может быть страшный суд? Да, а он существует. Отвергающим таинство Святой Христовой Церкви, анафема. Тут, конечно, все понятно, потому что таинство – это моменты, реальные встречи с Богом, это не психологические такие церемонии для успокоения, это в действительности действенные моменты, в которых происходит встреча человека с Богом. Она происходит реально, и она происходит абсолютно точно, и она совершенно точно спасительна, эта встреча с Богом. И в таинствах мы входим в церковь. Опять, это для тех людей, которые скажут, ну он же хорошо, но он просто не успел креститься. Давайте мы будем считать, что он тоже был членом церкви. Он, в общем-то, не отрицал Бога, креститься, кажется, тоже вроде как хотел, но не успел. Вот дожил до 87 лет, так этого не успел. Не успел и умер, а теперь давайте мы по христианскому обряду будем хоронить, потому что он вроде тоже член церкви. Но это не так. Надо сказать, что таинство – это условие вхождения в церковь, это фон этой жизни внутри церкви, потому что просто креститься и после этого не приступать к таинствам – это тоже отсутствие жизни. Можно ее начать, но и не продолжить. Это исповедь, это причастие, это соборование, это освящение основных таких событий в жизни человека, в которых он нуждается в особой божественной помощи, заключение брачного союза или выбор его пути как священнослужителя. Это все сопровождается особенным действием Святого Духа, и это совершенно необходимая для спасения вещь. И если человек отвергает таинство, то он, конечно, находится под анафемой. А, увы, есть люди, которые сохраняют, например, видимость обряда, но потеряли таинство. Мы знаем таких, у которых храмы существуют, иконочки все очень правильные, красивые, древние, распятия очень древние, красивые, свечки горят, все хорошо, что таинств нет. Уже есть беспоповцы. У них все есть, все прекрасно. Только алтари закрыты, и в харистии не совершаются. И они в красивых национальных одеждах ходят, ведут себя правильно, посты все соблюдают. Что еще надо? Таинств у них только нет. Как мы это определяем? Определяем, увы, как и путь неспасительный. Человек без таинств спастись не может. Пусть даже он очень не любит итальянское пение, пусть ему не нравятся эти фряжские иконы, но из-за этого нельзя лишать себя таинства. Вот человек недорасслышал и лишился важного. Поэтому должны важное отстретепенного уметь отличать. Между тем, наверное, стоит отметить, что речь идет именно о беспоповцев вот сейчас. То есть со старообрядцев в 1971 году анафема была снята. Да, то есть все-таки есть примирение. Конечно, поэтому я все-таки не сказал, не старообрядцев объединяя их, потому что их огромное количество толков. Но вот есть же это направление, которое сохраняет старый обряд, но лишают себя таинства. У них нет таинства. Это значит, что человек отвергает таинство Святой Христовой Церкви. Вот вроде как церковь есть, а таинства в ней нет. Ну, ему так кажется. Но это значит, что он ее обгрыз, обделил, что-то отчекрыжил. Это что называется? Это секта. Ты себе сектор вырезал маленький, вот в нем пытаешься существовать. А так секторально невозможно спастись. Можно спастись, только находясь в полноте церковной жизни. Редактор субтитров А.Семкин